Доброе утро, дорогие друзья! Ну что, эксперименты продолжаются. Я сегодня пошла дальше и добавила с хлопьями и в сенами еще отруби. И у меня здесь еще яблоко, два штуки потертой, малина и смородина. Вот, видно. И давайте посмотрим, что у нас на изломе, на разрезе. Вот так вот получилось у меня сегодня. Не пробовала еще, не могу ничего сказать. Немножко добавила сахара, немножко соли. Где-то столовую ложку сахара и прям совсем щепоточку соли. У меня спрашивала там Вера Каштымова о том, что все это на сковороде. Да, все это на сковороде. Не запекаю в духовом шкафу, хотя запекать в духовом шкафу тоже можно. Но мне, чтобы духовой шкаф разогревать из-за вот небольшого, как говорится, запеканка или блин, или пирог. В общем, я решила, что на сковороде быстрее. На тихом огонечке отрегулировала. И вот тебе, пожалуйста. Какое-то интересное растение. И на нем столько насекомых. Я не знаю, это пчелки. Пчелки, наверное. Так стоит немножко пошевелить. И они взлетают. Ох, сколько их тут много. И мухи, и пчелы. Хотя на пчелы тоже непонятно, похожи или нет. Какие-то вот они интересные. Сколько их тут много. Вообще, кушать хочется всем, да. А я иду на Валберис. И решила начать каждодневные прогулки. Сегодня у нас ночью было 10 градусов. Сейчас прям вообще хорошо-хорошо на улице. Ну, на солнышке, не знаю. В тенечке может быть и холодно. Вот. И потом хочу сходить в овощной и за хлебушком. У меня нет помидор. Уже давно закончились. Вот. И я решила все равно же круголя ходить. Чернобривчики. Красотулечки. Такие уже огромные. Прям плоды у розы. Это ж роза бьющиеся. Вот. Сейчас с утра пообщалась с Наташей. И она рассказывала, что завтра едет на дачу. Не хочу ли я поехать вместе с ней поработать. Говорю, какой из меня работник. Ты что? Типа плова сделаем на мангале. Говорю, Наташа, даже не поеду. У меня сейчас финансовые, скажем, не то, что затруднения. Но есть куда потратить то, что я зарабатываю. Это ехать. Это минимум тысячи надо. Потому что на такси, туда-сюда. Надо с собой что-то взять. Она-то, конечно, может и больше потратить. Но, тем не менее, я не могу по-другому. Смотрите, какое небо. Поэтому я решила отказаться. И неудобно будет. Они будут там работать. Я буду ходить смотреть. А если я поработаю, я завтра буду умирать. Зачем оно мне надо? Вот. Говорю, ты меня извини. Тем более, вчера у меня болела голова. Вы знаете, полежала. И всё, отпустила. Как бы уже, наверное, часов семь. Я более-менее себя нормально чувствовала. И до восьми я ещё повязала. Вот. Люди уже в ветровках ходят. А я одела свою чайку. Не знаю, будет тут что-то видно или нет. Но я потом ещё, когда пойду, может быть, где-то сниму. Вот ветер у нас. Просто, я не знаю. Вроде бы как не холодно. Вот я иду. Жить можно. Но ветер этот. И что-то машины тут ездят. Неудачная стала. Ну, идти тоже, как бы, мужчина сводки скажет, что она там снимает. В общем, я круголя тут хожу. Получила, зашла в Альберис. Там столько народу. Прям что-то, как никогда. У нас по-прежнему нет почему-то горячей воды. И даже не знаю, почему. Я, конечно, говорила же, что я не страдаю. Единственное, что, ну, как сказать, неудобство, что нужно включить и подождать, пока вода нагреется. А в остальном-то всё нормально. Пока вот у меня моя чайка. Какая она у меня любимая. Я ни разу не пожалела, что я её так долго вязала. Я её вязала почти два года. Но зато получаю уже сколько лет удовольствия и отношения её. И она мне будет вечная, наверное. Здесь у меня... Так. Это у меня здесь спандекс. И по этой причине не всегда, я вижу, надо аккуратненько заделать. Сейчас чуть-чуть аварии не случилось. Там кто-то разворачивался. И чуток не въехал в машину. Так, ладно, пойду. Козявки маленькие на физкультуре, видимо. Ой, бесятся. Девчонка поднимает девчонку. Вот это ж тяжесть такая. Как вот это они делают? Ой, у меня очередной передых. Я вот смотрю, проходила тут тоже зелена. Там прям жёлтые деревья есть. Типу зимой малявочки. Моё рабочее место. С утра пару лидов провязала. Квадратика. Пробую углы вязать патентными столбиками, как мне посоветовали. Ну, не знаю. Мне кажется, что всё равно вытягивается. Ну, посмотрим. В крайнем случае, я же говорю, что уже по факту буду их тогда блокировать или ещё что-то делать. Здесь мой носочек. Пяточку, ну, высоту пятки отвязала. Теперь на убавление надо вязать. Что-то захрипел голос. Мои покупочки. Такие помидорчики по 75 рублей. Я в прошлый раз их покупала и этот раз взяла. Вот. Ой, пахнут помидорами, прям что называется. А вот такие по 160. Я вначале взяла... Ой, обалденно пахнут помидорами. Взяла вот эти вначале, а потом увидела те. Ларёк маленький, а я что-то как-то, я не знаю. Глаза разбегались, там народу было много. Вот. Разбежались глаза, и я сразу не увидела. Думаю, ну ладно, пускай будут идти-идти. Посмотрим по вкусу, как они будут. Может, эти подольше полежат, которые большие. Хлебушек зерновой. Ой, какой он... Нет, семечковый называется. Очень вкусный. Сейчас я его раскрою. Здесь семечки кунжута, чёрного, белого и простые семечки. И ещё что-то там есть, я даже не знаю, что. Но хлебушек очень вкусный. Вот семечки простые, вот чёрный. А вот это вот жёлтенькое, я даже не знаю, что. Ну, молодцы наши. И морковный есть хлеб. Там ещё какие-то. Ну, вот этот мне запал в душу. О, как я сказала. А вот этот хлеб лоза, ну, по типу чаобатый. Я люблю с молочком. Давно не пила хлеб с молочком. И поэтому я его купила. Что я сказала? Не пила хлеб с молочком. Не ела хлеб с молоком. Вот это вот правильно. А то любители русского языка сейчас мне только дыдын с лоб. Хорошо, что я оделась, одела свою чайку. Потому что, когда я вышла, было вроде бы как прохладнушко всё. Но потом же ж я шла. Я стараюсь идти быстрым шагом, чтобы разгонять свой метаболизм. Вот, и уже когда я сходила везде, да, и шла уже домой. И пакет, вы видите, немножко ж вроде бы, совсем немного. Но, тем не менее, как бы немножко тяжести есть. Я пришла, конечно, сейчас вся в мыле, скажем так. Но я довольна. Это же калории будут сожжены хоть какие-то. Так, ну и что я вот это вот купила? И заказывала очень давно. Ой, мама дорогая, посмотрите, что мне положили на подарок. Опять мне положили вот такие эти. Так, сейчас поближе придвину. Маркеры. Буквально недавно говорила, что они у меня не в ходу. Это всё подарки. Вот это для коз вообще отлично. Приспособление. Иголочки тоже. Вот это приспособление ни разу не пользовалось такими. Хотя они у меня тоже есть. Про эти кольца я говорила. Но мне сказали, что когда вяжешь на толстых спицах, это вот незаменимые такие маркеры. Ну, возможно, нужно попробовать. Ну, эти маркеры, конечно, мне пригодятся. Это я... Вот я не знаю. Вот вы представляете, я вот это вот купила... Вот это вот у меня основной заказ, да, за который я платила деньги. Но вот это что же стоит деньги? Представляете, сколько мне на подарок положили? Наверное, половина от суммы той, которую я заплатила. Значит, что это такое? Это, как вы поняли, это крючки. У меня есть вот такие крючки. Вот я покупала очень удобный вот этот вот пенал для крючков. У меня здесь сейчас очень много всего, видите? И лежат у меня здесь и метры. И лежит у меня здесь счетчик. Это тоже, кстати, счетчик мне пришел на подарок. А здесь у меня тоже... Вот иглы тоже мне прислали на подарок. Я тут теперь выглохся. И у меня здесь вот самые ходовые крючки. Вот видите, самые ходовые крючки. Вот. И линейка, в общем, все то, что мне нужно. У меня есть супер замечательные вот такие крючочки. Но это кловер. У меня несколько крючковых процессов. Я понимаю, что не проблема, конечно, пойти взять крючок, принести, повязать этот проект, потом пойти отнести к другому проекту. Но мы же сами создаем себе условия. Ну как, каждый сам определяет создавать условия себе для комфортного вязания линейки. Значит, вот это вот мной были куплены тоже крючки. Буквально, ну, я не знаю, полгода назад. Очень замечательно. Здесь органомическая ручка, удобно. Но, если вы обратите внимание, здесь только большие номера. И самый маленький у меня номер здесь 2,75. Даже 2,5 нет. Или есть. Вот это какое интересно. Это даже двойка. В общем, от двойки. От двойки и до... Это у нас восьмерка, да? Вот, но мне нужны были потоньше крючочки. И у меня здесь крючки от 1,25. Друзья, прям такое впечатление, что те же кловер. Вот кловер. Смотрите, полтора. А это кловер, который я купила. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 8 крючков за 660 рублей. И они... Я не знаю, как будет головка вязать. Потому что... Ну, одинаковые вроде бы, да? Ну, в общем, опробую, скажу. И вот это... И вот это... Материал вроде как одинаковый. Представляете? Ну, не знаю. Только дело в том, что вот этот крючок 1,25, а этот полтора. И мне кажется... Да нет, этот, который полтора, немножко больше, да? Да. Вот, в общем, я... Конечно же, погналась за дешевизной. Потому что 660 рублей. И столько крючков. Какой тут максимальный? Что-то я как-то запуталась. 1,25... 1,25... Где я... Где я ложила-то? Это вот полтора. 1,25... 1,75... 1,25... 2,25... 2,75... Прям такие вот ходовые. Представляете? Ну, в общем, я их-то выписала давно. Еще когда выписывала пряжу. И тогда вот у меня уже я их и оплатила, и все. Вот. И... В общем, только они до меня дошли. Они шли из Казахстана. Поэтому так далековато. Но я не знаю, там может быть еще откуда-то. Ну, в принципе, может быть, есть такие же где-то и поближе. Но... В общем, так аккуратненько все упаковано. Такая коробочка. Молодец. Обязательно напишу хороший комментарий продавцу. Вот. Написано от 1 до 2,75. Абдырахманова И.П. Спасибо еще раз продавцу. И за подарки, и за все. Ой. Прям я не знаю. Когда все хорошо, то, конечно, все хорошо. Такой удобный пенал. Просто фантастический. И мне как что-то нравится. Я, видите, у меня эмоции просто фантастические. Я сейчас так хорошо прогулялась. У меня хорошее настроение. Хоть бы никто не испортил. Ну, в общем, пошла я вязать. Ну, что, дорогие друзья. Настал момент, когда мы с вами опять общаемся тет-а-тет. Я не помню, рассказывала я вам или нет, что меня сегодня в 5 часов утра поднял мой телефон. Представляете? Я на телефоне установила режим сна с 8 вечера до 6 утра. До 6 утра. Но он меня поднял в 5. И пришло системное оповещение, что какое-то приложение ушло в режим сна. Можете себе представить? Оно-то ушло в режим сна. А я все, не смогла больше спать. Ой, бывает в жизни огорчение. Вот что сделаешь? Так. Что я? Вот там вот бобинку, видите, это я вчера где-то после 7 немножко вязала. Ну, до 8. С 7 до 8 связала образец и немножко провязала кофточки. Такой красивый цвет. Просто бесподобный. Как он мне нравится. Насколько я знаю, это цвет Василек называется, да? И это у нас, по-моему, 80% ангора и 20% такая бесподобная бобинка. Вот. И так выглядит образец. Посмотрите, друзья. Какая это прелесть прелестная. Мягкость мягкая. Вязала на спицах номер 4. Я такая счастливая, что я обладательница такой пряжи. Очень легко вяжется. Косины нет. Прям я не знаю. Ну, я еще его не стирала. Потому что хочу сейчас посмотреть, как выглядит и зафиксировать до стирки. И посмотрю, как будет это после стирки. Видите? Какой пушок бесподобный. Просто прелесть прелестная. Это ж еще не распушилась. Вот. Не сыпется от слова совсем. Вообще не сыпалась. Вот, насколько я знаю. Прям вообще красота. Ну, и я продолжаю вязать же свою кофточку. Уже вот столько отвязала от подреза. Продвижения идут не так быстро, как мне хотелось бы. Потому что вчера у меня, можно сказать, что день выпал. И, ну, ничего. Ничего. Ниточки еще здесь я, естественно, еще не заправляла. В общем, вяжу потихоньку, полегоньку. Вот. И около компьютера я там еще провязала несколько рядов. Прям буквально три даже или четыре провязала ряда. Пока смотрела девочек, видео девочек. Потому что я сегодня с утра их не смотрела. Прямо всем бросается в глаза почему-то желтая бобинка. Опять мне пишут в комментариях, что это у вас там за желтая бобинка. Я уже показывала неоднократно. На аватарке есть, как бы, эта бобинка. И там я показываю, какая ниточка идет, да, что она буклированная. Букляшечки там. И, пожалуйста, все те, кого интересуют, проходите в это видео. Или на это видео. Смотрите там. Я показываю бобинку, рассказываю все про нее. Так что проходите, если у вас есть желание. Еще за вот эту пряжу у меня задали вопрос. Какой это цвет? 2509. Такой осенний цвет. Я сейчас, когда довяжу свои носочки, те, которые я сейчас вяжу, я начну вязать носочки с этой пряжей. И сразу, смотрите, узелок. Потому что, скорее всего, что это сток. Что такое сток? Это выбракованная пряжа. Та, которая без сучка, без задуринки. Она идет на экспорт и на всякие все. А перекупщики покупают стоковую пряжу. Она может быть с узелками. Она может быть с непрокрасом. Что, соответственно, если вы много вяжете, вам это постоянно попадается. И бывает этикетка какая-то не очень хорошая. Все это сток. И, конечно же, продают подешевле такую пряжу. И, соответственно, нам попадается. Нам-то она дешевле не становится от этого. Перекупщикам, наверное, подешевле. Слушайте, ну какая же красота. Я представляю. Так мне хочется уже связать. Посмотреть, как это будет все в носочке смотреться. Мне кажется, это такие красивые носки будут. Вот. Это Ярнард Форза. Вот та пряжа, которая сбоку. Это тоже носочная Ализе. Я из такой пряжи, наверное, поближе тоже возьму, покажу. А эту... Все, все, упал. Не буду подывать. Значит, 27.01 цвет. Тоже какой красивый просто. Сочетание цветов бесподобное. Да, друзья? Я из такой пряжи уже связала один кардиган, который носит с удовольствием дочь. И я купила себе полностью, ну, количество. По-моему, грамм 700 я взяла себе на кардиган. Тоже закупила пряжу Ализе Кидмахер. И буду вязать тоже себе кардиган. И, скорее всего, что я буду его вязать по принципу вот этой кофточки. Вот кардиган. Потому что... Хотя не факт. Но посмотрим. Посмотрим. Вот. Так что вот такие вот были вопросы. И я ответила на эти вопросы. Как всегда, хочу всех поблагодарить за ваши комментарии. Дальше будут ответы на ваши комментарии. Поэтому все те, кто не любит смотреть продолжение, можете быть свободны. Вам огромное спасибо, что посмотрели до этого места. Надеюсь, вы не забыли поставить пальчик вверх. Я надеюсь на это. Вот. И если вы не подписались, подписывайтесь. Вот. Еще мне задавали вопрос. Я не знаю. Я такая думаю, что, наверное, все меня уже знают. Но задают все равно вопрос. Сколько вам лет? Мне 62 года. Конечно же, я пенсионер. Живу в городе Волгодонске Ростовской области. У меня одна дочь, один внук. И я живу одна. Одиночка. Вот. И очень давно веду каналы. На ютубе я 9 лет провела. Ну, канал почти 9 лет моему каналу. Года 3. И надо посмотреть точную дату открытия канала этого. Все каждый раз, думаю, надо посмотреть, как давно я его веду. И дело в том, что раньше у меня был канал на эфире. Раньше называлось... Видеоэфир. Была такая площадка. Вот. И получается, впоследствии соединили дзен и эфир. Поэтому я не знаю, какая там дата стоит. Но я очень давно тоже веду этот канал. Вот. И на рутубе у меня тоже есть канал. Я его открыла давно. Какое-то время не вела. Потому что очень много всяких... Ну, нехороших слов его адрес я слышала. Ну, сейчас вроде бы говорят, что будут его развивать и т.д. и т.п. Ну, не знаю. В общем, дублирую туда видео те, которые у меня есть на этом канале. Да. И загружаю видео с моим вязанием. То есть, на сегодняшний день там у меня и салфетки, и как вязать воротничок, и как вязать наволочку на подушку спицами. Значит, не только подушку, но и на плед. Ну, в общем, скатерти, кардиганы. В общем, потихонечку туда загружаю тоже мои видео по вязанию. Все то, что я вязала. Потому что, ну, как бы хочется, чтобы не только там пользовались бесплатно все остальные страны. Ну, и наша Россия тоже пользовалась моими бесплатными... Ну, я не могу сказать, что это мастер-классы, потому что я уже говорила о том, что мое понимание мастер-класса немножко другое. Ну, многие называют, что это мастер-класс. Ну, пусть будет. Вот. И меня спрашивали, что многие девочки перешли на ВК и там открывают, ну, тоже загружают туда видео и все остальное. Друзья, я не могу просто-напросто разорваться везде, честное слово. Потому что и телеграм я веду, и два канала вот сейчас у меня и изредка загружаю на YouTube все равно, потому что, ну, два раза в неделю я гружу. Загружаю на выходных, на субботу или воскресенье и в среду. Ну, конечно же, те видео, которые, я считаю, что, ну, их нужно туда загрузить вот так вот. Веду вот и СП, совместное вязание наше по топу, по круглой кокетке. И со временем я планирую еще снимать. Я просто не смогу все это охватить и еще и ВК тоже выставлять видео. Мне прям там задавали вопросы. Вот, что на Дзене типа не могут смотреть, Рутуба типа нет. Почему ВК я не выставляю видео? Ну, во-первых, я уже рассказывала, что это мой хлеб, помимо всего, да. И я выставляю приоритеты, где, как и что. Вот, и просто нагрузка на меня на одну очень большая, очень. Поэтому у меня же еще и одноклассники, то же самое, и контакты, и т.д. и т.п. Ну, представляете? Ладно, я нисколько не ропчу. Сегодняшние ответы на комментарии я начинаю с комментарием Арины Целих. Здравствуйте, Ирина. Я вязала такими мотивами скатерку. Не знаю, даст мне кошель. В общем, сколько отвечу, столько отвечу. По углам уменьшала по одному столбику с обеих сторон и одну воздушную петлю. Три вместо четырех. Соединяла обычной швейной ниткой и иглой через край. Ничего не тянула и не провисала. Да, может быть вариант, что соединить иглой через край тоже имеет место быть. Мне в одноклассниках прислали тоже сообщение. Я смотрела эту вязальщицу. Там мотив другой. Но можно попробовать соединить так. Я, кстати, пробовала, но немножко по-другому. И просто может иметь смысл попробовать именно по этому принципу. Ну, в общем, посмотрю. Дело в том, что так, как показывает эта вязальщица, там происходит утолщение, потому что провязывается столбиками без накида. Соответственно, там идет по тоненькой этой нитке, будет идти утолщение. А мне бы не хотелось. Вариант, что соединять иглой, да, есть вариант этот. Ну, в общем, буду смотреть, буду пробовать. Может, что-то где-то и выстрелит у меня. Спасибо всем, 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 кто сопереживает вместе со мной, советует. Потому что на самом деле мне хочется, чтобы было, как говорится, все хорошо, красивенько. Поэтому вот я... У меня постоянный поиск вообще. Постоянный. Кстати, крючок я опробовала. Связала один небольшой мотив. Конечно, они еще не обработанные, в том смысле, что тяжеловато, ниточка по ним идет. Но я думаю, что свяжу ни одно изделие на этих крючках. Прям такие хорошие крючки. Знаете, ну, что такое связать один мотив? Это ни о чем. Хочу сказать еще, что вот крючок один там есть, да. Я сравнила с номером один кловер «Небо и земля». Намного толще вот этот номер один, который я купила. Но ничего, ничего. Я все равно найду, как применить его. Так, Валентина Семеновна. Ирина сама вспоминает запоминающиеся моменты и хочет поделиться с нами. Все друзья из подписчиков, ее знакомые и просто доброжелательные люди хотят полюбоваться на красоту природы, на цветы, деревья, небо. Я сознаю, что раньше мы спешили, ничего не замечая, не потому, что хотели. Просто иначе было нельзя. Но сейчас-то можно полюбоваться. Кто бежит, бежите. У них даже слов нет на комментарии. А кто посмотрел, нечего сказать, а только съязвить, тот без души. Бог старается нам угодить и все с любовью создавал, и небо тоже. А говорят, зачем такого планета Земля без неба нельзя? Зачем такова планета Земля? Без неба нельзя. Будем благодарны создателю, что, любуясь его творениями, мы остаемся людьми. Спасибо большое за ваш комментарий. Да, я сегодня вот проходила. Вы же видели, какой сумасшедший ветер у нас. Просто вот, знаете, хотела поснимать, там, допустим, листочки какие-то или еще что-то. Ну, нереально. Там все это шумит. Можно было, конечно, наложить музыку. Но сейчас я что-то как-то, знаете, на все нужно вдохновение. Оно же, когда ты это делаешь с интересом, да, скажем так, с желанием, тогда у тебя все это и получается. А когда ты вот идешь, я вообще хотела по-быстрому пробежаться, потому что вчера у меня выпал день, и сегодня получается там полтора часа. С другой стороны, я себя настраиваю на то, что нельзя жалеть время на прогулке и все такое прочее, потому что лето, как говорится, просидело. Там по прыгуни стрикотали, это красное пропело, да, а я просидела. Вот. И получается, что надо сейчас приводить в норму свои ноги, потому что, конечно же, они у меня засиделись. Вот. И я прям, ну, у меня, по крайней мере, сейчас настрой ходить каждый день, и вы же видите, что я выхожу. По крайней мере, вот сейчас прохладнее стало. У нас должно быть еще прохладней. Вот. И потихонечку буду вот так ходить. И почему я хотела сказать, что я думала, быстренько пробегусь. Ну, не тут-то было. Думайте, что. Я не заходила в другие магазины. Я заходила. Зашла в магазин, называется Колобок. Я много раз его проходила. Я видела, что это магазин, но даже не понимала, что он там продает. Но когда вовнутрь зашла, оказывается, там продают конфеты и всякие вкусности. Типа печенье и прочее, прочее. Цены. Это просто заоблачные. Шоколадные конфеты по тысячу, представляете? И вот я зашла. Я там определила, чтобы я купила. Ну, у меня просто сейчас, я же говорю, и пряжу я жду, которая придет. И мне нужно подсобирать, чтобы компьютерщик там должен теперь прийти. Я же на SSD диск насобирала. Теперь буду собирать на компьютерщика, на пряжу и так далее. Дочерь 27-го день рождения. То есть есть куда деньги вложить. Без конфет обойдусь. Но дело в другом. Вот я зашла, смотрю все по прилавках. Стоит вот просто мумия. Извините, что я так грубо выражаюсь. По-другому не скажешь. Руки сложила. Вот так вот, рука на руку, между руками. И стоит вообще. Я не знаю, она хозяйка или она продавец. Может, человек на окладе. Но разве можно вот так вот? Ну, зашла я. Буду покупать ее или нет? Но вы-то должны предложить свой товар. Хотя бы поинтересоваться, спросить, что вам предложить? Там вот у нас свеженькое, допустим, вот такое-то, вот такое. Что вам предложить? Подешевле или подороже? Да? Что вы хотите? Там печенье или конфеты? Ну, можно же вопросы какие-то задать. Да? Бывает, что люди, вот просто они не отпускают даже. Я же говорю, вот в молочку я захожу, она сразу начинает. Вот у нас свежая колбаска такая, вот у нас то, все. Там даже не хочешь, но купишь. А она вот стоит, такая дороговизна. И даже вообще, вот я посмотрела и думаю, ну, если ты работаешь на хозяина, бедный твой хозяин. Потому что продажи какие могут быть? Вот. А если хозяйка, то тоже, наверное, не думает о своем заработке. Ну, в общем, не знаю. Оно не мое дело, но вот это вот я себе отметила в голове. Что-то я ушла. А, ну и потом, конечно же, я зашла в мясной. Там же ж у нас есть павильон, где я покупаю мясо. Думаю, просто посмотрю, какие цены поднялись, не поднялись. Потому что с 1 сентября я не покупала там и не заходила. В общем, поднялись. Домашняя курица почти 300 рублей. Представляете? А вот эти вот, ну, как бы говорят, это социальная цена по 169 рублей. И там тоже по 169 рублей куры лежат. Ну, остальное не смотрела, потому что я же свинину купила вот по 234, по 250 рублей. У меня свинина есть. вот, поэтому, в общем, так у себя в голове отметила и пошла за хлебом, да, за овощами. Я прям себя держу, держу в их рукавицах. Вот. Ой, Марина прислала такие бесподобные фотографии. Посмотрите, какая красота. Ну, посмотрите ж, какая красота. Это ж такой, как это называется-то, я забыла, который узорами вяжут. Вот, как вылетит с головы, что я, не знаю это слово. Конечно, я же знаю это слово. Ну, вылетела с головы, а потом, через какое-то время, вспоминая, а вот это прелесть, прелестная. Представляете, это же связанное платье такое. Жаккард. Вспомнила, какой красивый жаккард. Прям вообще. Так, Елена. А моя бабушка, она родилась в Рязани, называла тюри, когда в молоко ломала хлеб и ела. Я не поела еще молоко с хлебом. Я, кстати, вообще еще не чую. Я пришла, попила, просто чай. Я сегодня пила чай без ничего. Потому что я с утра съела кусочек этого, который вчера готовила с колбаской и скушала один кусочек вот этот с овощами, с фруктами. Вот. Оно сытное, кстати. Вот. А сейчас у меня три часа. Вот. Ну, воды хватает в организме. Я что-то водичку попиваю. Вот. Возможно, это и есть тоже тюрия. Я не знаю. Надо посмотреть в интернете. Я не смотрела определение. Но, опять же, друзья, я всегда говорила, все эти названия дают люди. такие же, как мы с вами. Я думаю, вы сами не раз уже в этом убеждаетесь, что собралось, допустим, вот как принимаются законы, как поправки, положения и прочее, прочее. Точно так же все это и орфографии, и прочее, названия всевозможные. Вот видите, вы назвали мой этот пирог по-маркеловски. Где-то там это прозвучит, где-то кто-то может назовет так, будет готовить пирог. И все, и будет пирог по-маркеловски. Вот тебе, пожалуйста, да, или овсяна блин по-маркеловски. Вот тебе, пожалуйста, название, да. Мы сами их создаем. Так. Марина Чернышева пишет, правда, вкусно, готовила. Теперь это мое любимое блюдо всей семьи. Спасибо за... Теперь это любимое блюдо моей семьи. Спасибо за рецепт. Это по поводу шульма, шульмчика, который приготовила я. Да, очень вкусно. Я вот с удовольствием тоже его кушаю, но вы знаете, жирновато для меня. Утка же. И я даже разбавляла водой, потому что прям чувствую, что жирно. Ингрид, очень понравилась посадка на вас розовой кофточки. Спасибо вам большое. Ну, в общем, я-то стараюсь, чтобы на мне... Получаю опыт каждый день и, конечно, применяю его при вязании. И каждый раз, как видите, вот я хочу сказать, что вот это изделие, это чисто мой экспромт. Я нигде ничего не подсматривала. Я прям вот села и начала его вязать сама, имея уже определенный опыт, который, может быть, где-то когда-то что-то подсматривала. Но собрала все в кучу и получился такой компот, но который тоже имеет место быть. Так, Ирина Никитченко. Ирина славно смотрится бобинки фоном. Мне кажется, не славно. Такое тоже нагромождение. Я их пыталась сегодня переставить, но что-то мне как-то все равно не нравится. Прямо можно подумать на предмет двух-трех узеньких полочек над креслом и на них ваши красивущие бобинки в качестве великолепного фона, который к тому же можно время от времени менять. Значит, Ириша, видимо, вы не смотрели мои предыдущие видео. Конечно, я знаю, что все, допустим, видео посмотрели, ну, не смотрят каждое видео все, скажем так. Я рассказывала, что прям просится сюда полочка, но дело в том, что если я здесь делаю полку, то когда я буду переставлять свой диван, сейчас вот у меня спинка, да, кажется, она ниже кресла. Но когда кресло складывается, это гораздо выше, это первое, и получается, у меня сейчас кресло стоит здесь, но не факт, что оно завтра будет стоять в другом месте. и это полочка, вернее, кресло поменяет свое место, и полочка это опять будет ни о чем. Я уже говорила о том, что самый оптимальный вариант у меня это ширма. Я с прошлого года об этом уже говорю, я уже даже присмотрела, ну, цена очень дорогая на качественные ширмы. Есть там, конечно, можно купить и за полторы тысячи, и за две, и за три, но такое я и сама могу соорудить здесь дома, там сбить. У меня же пооставались эти наличники и все остальное можно сбить, обтянуть материалом каким-нибудь и все. Но хочется купить такое, чтобы раз купил и, как говорится, не разочарован был. Я там выбрала такое, что отзывы хорошие и прочее, прочее. Ну, не все сразу, просто-напросто. Не все сразу. Это первое. Второе, все равно, чтобы я не делалась, всем не укодишь. Находятся те, которым и такое не нравится. Ну, что сделаешь? Вот. И дальше Ирина пишет, у меня и патентный столбик вытягивает углы. Как только начинаются сплошные дорожки. Я вообще филейку вяжу только патентными столбиками. Есть мысль избегать сплошных дорожек в углах. Ну, видите, я же вяжу по схеме. Я, наоборот, сейчас попробовала вязать в углах патентными столбиками. Посмотрим, что будет на этой салфетке. Вот. Опять же, экспериментирую. На ютубе вот что, опять я не помню этих названий каналов. У меня, я вот сколько себя помню, сколько я веду канал, может быть, из-за того, что я очень многих смотрю, просто нереально запомнить всех названий каналов, потому что мало того, что просто есть названия там по имени, фамилии, а сколько таких, что Хэймэд, то еще что-то там такое, да. Я вот Маргариту до сих пор вот так вот Маргалаев, там что-то такое, вот, она же там их меняла, все никак не могла запомнить. Вязанный стиль от Анны, например, я долго запоминала, не знаю почему. Вот так вот у меня с именами, фамилиями, названиями, не знаю, я же говорю, у меня больше визуальная память, потому что вот если я раз побывала в этом месте, я его почему-то запоминаю, не знаю почему. Вот, ну, в общем, к чему я это все говорю? К тому, что я вбила поисковик большие филейные квадраты, крючком, ну, на ютубе. Не высветилось ни единого видео, но филейные там скатерти повыскакивали, там, Ольги Смирновой, там, еще кого-то, там, ну, Алены Абель, например, там, скатерть ее, это, которую, ну, я тоже вязала двойку свою, таким узором, но это было давно неправда, еще до ведения канала. Вот, и, ну, много разных, ну, и там, бабушка Надя, что ли, или Наташа, в общем, не знаю, женщина одна вяжет именно только филейное, филейное вязание, мне понравилась ее салфетка, благодать называется, по-моему, или богатство, ой, я же говорю, столько много пересмотрела, что в голове мне не удерживается, и мне прям захотелось связать именно такую, но у нее специфическое вязание, она специфически показывает, у меня восприятие и так, я вот эти всякие мастер-классы и прочее сложно воспринимаю, а ее тем более, вот я один раз посмотрела, второй раз посмотрела, и вот мне опять прислала подписчица или зритель мой, чтобы я ее же посмотрела, но я смотрела ее, но я обратила внимание, что у нее схема этой скатерти, этого квадрата, она сказала, что это ее авторская схема переделанная, ну, в общем, она собрала там несколько в одну, я ни в коем случае не собираюсь как бы присваивать чужое авторство, назову так, просто хочу для себя связать именно вот такую салфетку, очень красивая, там какие-то знаки, она сказала, про каких-то богов она рассказывала, в общем, интересно послушать, было интересно, так, Леночка Денисенко пишет, как всегда, друзья мои, я ее комментарий не только к себе, но и к вам отрисую, огромные такие эмоции я испытываю, когда читаю ее пожелания, пускай в твоей жизни, дорогая Ирочка, будет все складываться так, как ты желаешь, пусть твои красивые глазки всегда сияют от счастья, очаровательная улыбка радует всех вокруг, желая, чтобы каждое мгновение твоей жизни было прекрасным, достигай поставленных целей, всегда будь любимницей удачи. Здесь написала Эльвира Салемьянова, какие красивые слова написали, а Лена пишет, за такие красивые слова спасибо интернету, в частности сайту поздравок, понятно, вот, но все равно приятно, говорит, ласковое слово, и кошке приятно, что там говорить про человека, да, спасибо большое, Леночка, уже одно то, что ты зашла на канал, тому прочитала эти слова, тебе они понравились, зашла на мой канал, там скопировала, вставила и так далее, ну, уже потрачено самое драгоценное время, для меня это приятно, очень приятно. Надежда Алексеевна, Ирина, добрый вечерок, ну, какая же красота на вас сегодня, очень красиво, а главное, что в единственном экземпляре, вы такая мастерица, ведь надо же такую вещичку своять, сзади вас стоит желтая такая красивущая бобинка, что там за составы, где покупали, она типа с эффектом фламе, ну, нет, эффект фламе немножко другой, это букляш, это раз, во-вторых, я уже столько раз про нее говорила, вот очередной раз, какой состав, я не знаю, это был подарок, мне подарила Ирина эту пряжу, моя тезка, и я обязательно что-то свяжу из нее, обязательно, потому что она мне тоже очень нравится, но скорее всего, что уже на следующий год, потому что там что-то летнее, летний состав, а в этом году я скорее всего, что свой сезон закрою вот этой вот своей, своим очередным полосатиком, да, вот, и уже нужно будет потихоньку переходить на зимнее, так что спасибо вам большое за добрые слова, ну и я уже выше сказала, где можно посмотреть про эту бобинку подробнее, татьяна татина ирина а мне не надоедают ваши ответы на комментарии для меня чем дольше видео тем лучше я как будто побывала на вязальных посиделках и это у меня каждый день благодаря вашим видео кофточки у меня летние и для зимы тоже подходят живу в сибири в минус 40 под дубленку с коротким рукавом эти кофточки самое то фотофоны из бобин шикардосный я в восторге от вашей предприимчивости вы молодец не стоите на месте а что касается негативных комментариев так наплевать вы же не их кумир а мне все нравится у меня в моем городе нет подруг от слова совсем вы моя подруга по ту сторону экрана всего вам доброго здоровья и ровных петель что сказать какая там предприимчивая тоже смотрю то у одного то у другого и вот это вот там батарей понаставила я же говорю вам если рассказать что там там короче сзади перегородка она такая вот где-то на нет ну наверное на палец может там обыкновенное ДСП ДВП наверное или ДСП ну короче толстая вот эта спрессованная стружка обтянута материалом и она еще сделана так что когда раскладывается как диван кровать она вот немножко там шевелится там специальные такие устройства что можно было бы ну это для удобства скажем так естественно на нее ничего не не поставишь но я умудрилась поставить я поставила туда эти она гораздо ниже вот этой подушки и я поставила там ящички картошные нашла самые маленькие они разные ой короче ну в общем да некуда девать время вот я сидела и мучилась спасибо вам большое за комментарий дальше он пишет Татьяна Татина Ирина добрый день я наверное одна не готовила овсяна блин по маркировски нужно как нибудь приготовить филеечка очень красиво получается хочу тоже попробовать но пока что не осмелюсь с крючком я на вы мне бы кто показал с ютубом проблемы а на дзене не глядела есть у меня на дзене скатерть филейной техники вы же вот смотрите мои видео и если я снимаю на кухне вот в частности сегодня я снимала да там филейная скатерть это вот именно эта скатерть у меня есть на канале мастер-класс по петельной я все показываю кстати большое спасибо за канал Инны Тищенко я на него подсела какие вещи она вяжет жаль что с толстыми нитками и спицами мой номер 2-3 всего вам доброго Ирина здоровья и ровных петелек у вас все так аккуратно получается до новых встреч здесь в комментариях ну не всегда все аккуратно я конечно стараюсь но не всегда так как хотелось бы хотела показать что не всегда аккуратно получается ну ладно наверное не здесь у меня там вот по поводу Инны Тищенко я говорю я всегда я просто в восхищении как она умеет скомбинировать вот всякие узоры чтобы это смотрелось красиво потому что это нужно иметь ну какой-то особый склад ума для того чтобы узоры смотрелись это не так что нагромождение каких-то узоров да чтобы это гармонично все было да вот и у нее это супер-супер красиво скажем каких-то там супер техник я не вижу но скажите что это некрасиво конечно же красиво она вяжет на продажу поэтому у нее модель дочь и получается вот она там вяжет ну меняя узоры ну скажем модель одна и та же ну правильно отработал человек и вяжет правильно и делает я например только за я думала на эту тему тоже вот отработать какую-то модель и ну может поставить на продажу но дело в том что на ком я буду это снимать красиво преподносить не на ком не вот Татьяна Татьевна жила в Казахстане 4 года вашу люм там называется шурпой все верно каждая нация называет по-своему блюдо наши пельмени а итальянские равиоли например да вы правы согласна с вами на все стоп так и дальше Татьяна Татьевна Ирина здравствуйте рыбка донская это же такая вкуснятина да ну раньше какой только не было а после строительства цемлянска вся рыбка исчезла постепенно да нет вся рыбка есть у нас тут рыбцы вся Москва ест нашу рыбу дочь приезжает они ящиками отсюда возят туда рыбу всякую и вот это вот которую я показывала рыбу это же все здесь и стерлядка и лещики и подлещики и чего только нет нет у нас рыба есть ну может быть не в тех количествах как раньше было Наталье передавайте от меня большой привет она такая умница так аккуратно у нее на даче я сама дачница а хлеб так это ж наверное германа стерлингова есть такой фермер под москвой он ростове закрыл секс-шоп и открыл свой магазин фермерских продуктов цены как рыли от самолета всех благ и здоровья вам до встречи в комментариях не знаю даже не знаю кто это такой может быть он есть так Камшилова Вера пишет Ирина замечательная кофточка молодит и освежает вас браво спасибо большое Марина Матвеева но это на комментарии Валентина Семеновна было интересно я забегу вперед и овсяна блин попробую испечь как кулебяку тушеную капусту положить на нижний слой овсянки накрыть оставшейся овсянкой будет вкусно попробую пишите пожалуйста ваши рецепты национальной кухни или по вашим регионам далеко от наших будем вспоминать наших бабушек рецепты и есть нормальную пищу из простых продуктов без добавок и Марина здесь пишет я думаю что будет очень вкусно напишите потом как получилось вот так и рождаются рецепты я тоже кстати так же хотела сделать не размешивать все вместе а тоже чтобы внутри была только начинка ну а кто мешает попробовать никто не мешает даже если что-то не получится продукты то все хорошие можно будет перемешать и есть таким образом в желудке все равно все перемешивается эстетически может не совсем красиво будет но за мной то никто не будет подглядывать так Нина Ножнова Ирина и эти цвета тебя украшают красиво получается три недели назад начала печь запеканки на овсянке лепешки со всякими добавками и похудела впервые после того как стало полное весы у меня сломались последний раз взвешивалась 3 августа весила 114 и 7 килограмм сегодня получила свб весы взвесилась 111 килограмм и сахар упал с 6,8 до 5,8 ура сижу придумаю круглую кокетку а на тебе сегодня кофточка с таким же вроде узором пойду поищу сравню хотя уже кокетку довязала вяжу азиатский росток а может не надо росток всех всем здоровья и всех благ но я не вязала росток вот в этой кофточке росток я не вязала здесь живоеобразная горловина и поэтому я не вязала росток я для себя решила если что я его просто ну если вдруг подернется дальше когда свяжу изделие я могу потом удлинить немножко внизу точно так же распределение сделать и аналогично удлинить вниз я уже так делала а по поводу того что похудела ну молодец Нина есть чему стремиться как говорится может быть и я схудну не знаю схудну не схудну я не ставлю себе такой цели но хотелось бы конечно же так и наверное последний да тут уже много я как всегда болтаю и на время не смотрю марина красиво Там начнется школа, и дай Бог, чтобы все было хорошо. На выходные, скорее всего, возьмем опять Марьяшку. Ей очень понравилось у нас. Дочка звонила, рассказывала, сколько впечатлений. А у Илюшки сейчас очень тяжелый период. Садики перешли полностью на эстонский язык. И не ему одному тяжело. Всех детей стресс. И ему надо побыть с мамой. Это, конечно, очень тяжело. Я сама это прошла. В детстве я разговаривала только на эстонском языке. У нас была семья. Папа, я уже писала, был эстонец. Старшую сестру звали Ти-Ю. Ти-Ю. Потом она стала Таней. У нас с ней два года разница. Так вот, когда мама с ним развелась, она нас отдала в детский дом. Не смогла прокормить. И нас распределили в русский детдом. Так вот, как было тяжело, я не могу передать словами, что мы с сестрой пережили. Вспоминать об этом не хочется. Но мы выжили и сами научились говорить по-русски. И поэтому я понимаю, как ему будет тяжело. Я не знаю, зачем они так делают. Можно же и постепенно, без стресса для детей перейти. И в конечном итоге они все равно будут сдавать экзамен по нему. Не знаю, жалко детей. Школу мы с сестрой прошли тяжело. До сих пор не могу маме простить за это. И как нам тяжело не было в жизни. У меня даже в мыслях не было отдать детей. Хотя мамы уже нет как 20 лет. Но вот одни воспоминания у меня пошли. Но я никогда не жалею. Видно, Богу так было угодно. Или судьбе, кто знает. Но язык, живя в Эстонии, надо знать. У меня дети на нем разговаривают. И сынуля, и доча. Ты, Ирина, слышала, как я говорю? Акцент есть? Легких тебе петелек. Легких тебе петелек. И здоровья тебе и твоим родным до завтра. Честно, я даже не обратила внимания, Марина, есть акцент или нет. Не заметила, честно. Вот, да, у всех, как говорится, каждая хата своим горем на пхата. Вот видите, не все матери такие, которые... Вот я же тоже осталась одна с двумя детьми. Как мне было тяжело, друзья, только я знаю. Я же рассказывала, было до такой степени, что дети открывали холодильник и закрывали, а там пусто, кроме перловки ничего не было. Были такие времена, и я работала на трех работах, и нигде не платили, кроме одной работы. Ну вот, я рассказывала, в Пушинке я там работала. Там хотя бы какую-то наличку давали. А все эти бюджетные организации не платили мне. И столько, как говорится, подарено просто так. Еще в конечном итоге и пенсию не начислили за то, что работала. Ну, бог с ним. Значит, как вы говорите, судьба такая. Что же сделаешь? Хуже других не живу сейчас, на сегодняшний момент, потому что продолжаю работать. Ой, а какая-то работа, это надо попробовать побыть в моей шкуре, чтобы понять, какая это работа. Молодежь, да, не ведет, скажем так, столько социальных групп и так далее, им там кто-то помогает и прочее. А тут одна во все дыры. Но никто меня не заставляет. Вот кто меня заставляет это делать? Никто. Живла бы себе только на пенсию на свои 16 тысяч, и все. Ну, тогда бы я не покупала всякие тетемети, вот эти крючки, компьютеры. Я вообще, я вот так вот задумывалась буквально недавно о том, что вот если бы не было вот такого у меня преработка, как бы я жила. Прямо страшно становится. И страшно становится, если я без этого останусь, честное слово. Мне еще год проплатить, я уже 4 проплатила, еще год проплатить кредиты. Ну, вот этот строительный кредит у меня, я его брала на 5 лет. И вот эти кредиты, которые кондиционеры и диван, осталось немножко доплатить. Может быть, я уже больше не буду ничего себе такого серьезного покупать. Я не знаю. Ну, надеюсь. Ну, с другой стороны, нас как бы подсадили на это. Я, по крайней мере, знаю себя. Я знаю, что я собирать деньги не умею. В каком смысле? Ну, вот, допустим, небольшую сумму еще куда не шло. Но так, чтобы вот там 50-70 тысяч я не могу собирать. Вот. И мне проще взять кредит и выплачивать. Тем более, что там переплата не такая же большая. Но зато ты сразу получаешь деньги и вещи. Вот. Значит, я посмотрела сегодня два фильма. Ворон этого года. И этого же года Смерть 2 называется. Вчера Револьвер я посмотрела фильм. И еще какой-то. Напарники, по-моему, так называется. Ну, такой, боевик. Вот. И вечером любовь пансиона, что ли, пенсиона. Корейская там комедия. И все намешанная романтика. И прочее, прочее. Вечером перед сном смотрю такое расслабляющее, чтобы с хорошим настроением ложиться спать. Ну, вот. Так что у меня, как в том анекдоте, да, как помните, шла эта Санта-Барбара. И там богатые тоже плачут. И сидят две кумушки. И одна. А ты помнишь там вот это? А вот это вот там, ну, короче, смешали все в кучу. И оттуда и оттуда. И сидят, разговаривали. Я дословно не помню этот анекдот. Но был смешной. Вот. Так что, друзья, на сегодня это все. Хочу, как всегда, сказать в конце. Поставьте пальчик вверх, если вы досмотрели до конца этого видео. Наверное, не все досматривают, потому что пальчиков вверх мало. Я смотрю, у других девчонок пальчики прям очень много стоят. А у меня что-то как-то недобросовестное. Я желаю всем всего самого-самого наилучшего. И, как всегда, прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok